Здравствуйте, дорогие водолеи! Я вас приветствую с не нашего Черноморского берега. Очень рада, что нам удалось встретиться в это волшебное время. Мы погадаем на год. Новый 2023 год, который, по слухам, будет годом кота или кролика. Я предлагаю гадание на картах Таро, гадание по месяцам. И, конечно, я вас всех поздравляю с Новым годом. И желаю исполнения всех ваших мечтаний, желаю вам здоровья, счастья, любви и всех-всех благ, какие вы только можете сами для себя представить. Да, год кота или кролика. Смотрите, кто вам больше нравится, кто вам больше подходит. Гадание называется «12 месяцев», потому что я достану из колоды Таро для вас 12 карт по одной карте на каждый месяц. И этого будет достаточно, чтобы получить советы карт и знать, к чему стремиться, и чтобы получить предсказания карт. Итак, для водолея. Начинается Новый год, начинаются новые счастливые, надеюсь, приключения. Первая карта, первый месяц, январь. Вы готовы? Ах, карта влюбленные вам выпадает. И в целом хорошая карта, это старший аркан, однако она выпадает перевернута. Проигнорируем пока этот факт, я вам расскажу, что она значит в целом. Она значит выбор. Карта эта, правильно она так называется. То есть сразу в январе какой-то ответственный жизненно важный выбор, какого-то решения. Время потребует серьезное решение, связанное с переменами в жизни. Смена работы, может быть смена какая-то в составе семьи, может быть смена выбор. Выбор, да, смена статуса семейного своего. Вы выбираете, ходить вам замуж, например, или нет, разводиться или нет. В общем, ну не такой, наверное, широкий уж большой перечень в жизни людей. Вот какой может быть выбор, да, что признавать по-настоящему жизненно важным. Назначение карты в том, чтобы вот как раз вас призвать к ответственности. То есть то, что вы будете в январе выбирать, дорогие водолеи, определит ход вашей жизни на долгое время. А может быть не только вашей жизни. Поэтому недопустимо легкомысленно к этому выбору относиться. Недопустимо этот выбор, это решение принимать на пустой желудок, да, в состоянии, вот что называется, аффекта, да, в гневе. Не нужно ничего крупного решать в гневе или как-то поспешно, в какой-то спешке. И тем более под давлением других лиц. Дело в том, что несколько карт в колоде Таро предлагают вообще крупный выбор. Но вот именно карта влюбленные, иначе бы она так не называлась, да, она предлагает выбор счастливый, свободный. Это там, где на вас никто не давит, не влияет, не обстоятельств. Это счастливый выбор. То есть когда вы выбираете работу из множества хороших вариантов, выбираете, например, жениха из множества нескольких достойных претендентов, выбираете место жительства тоже из множества. Не потому что вас судьба заставляет куда-то переехать, знаете, вот выдавливать с насиженного места, хотя такое часто бывает, да, а потому что вот, ну так вот душа у вас просит переехать там куда-то ближе к морю или наоборот от него подальше. Вот, то есть вот карта говорит именно об этом. Все-таки в январе серьезно относитесь, ну, наверное, ко всему, потому что заранее не угадаешь, что важно, а что не важно, да, что можно проигнорировать. Еще карта эта называется пара. То есть у многих водолеев в январе сложится пара, пара любовная, романтическая, например, а может быть какой-то правильный партнер по бизнесу у вас найдется наконец-то, или какой-то очень подходящий человек для совместного творческого проекта. То есть вы с кем-то оказываетесь в паре, и не важно, что вы дальше в этой паре строите, общий дом, семью или бизнес создаете. Важно, что это очень похожие взаимные какие-то совместные интересы. Все прекрасно. Естественно, влюбленная карта, она про любовь, то есть приход какой-то большой, знаете, вот масштабнейшей любви в жизнь она тоже описывает. Знаете, это может быть новое знакомство, но такое, которое вот судьбу переворачивает по-настоящему. И именно с этой карты люди должны встречать ту самую свою вторую половинку. Да, потому что здесь Адам и Еву изображают на этой карте, как будто бы вы одна женщина на всей планете, а он один мужчина на всей планете, как в общем и должно быть, да, в норме, в отношениях же, вот так. И вот представьте, когда карта эта переворачивается, а у нас же здесь вторая позиция, то есть перевернутые значения, картиночки тоже здесь нарисованы. Когда она переворачивается, практически вот весь тот же текст звучит, применяется, да. Но только все это где-то с частицей нет, где-то напрасно гипертрофировано, где-то не лучшее качество проявляют люди, например, или ангелы ваши, хранители. То есть, например, в любви. Если просто прямая карта влюбленная, то здесь вы находите пару и сильно, и взаимно влюбляетесь. А перевернутая карта, вы тоже находите пару и тоже сильно, взаимно влюбляетесь, но как-то слишком сильно и слишком взаимно. То есть здесь привязанность может быть такая похожая на зависимость, на аддикцию. И это любовь, где больше ревности, больше взаимных претензий, например. Ну и любой такой, в общем, ненужной лишней драмы, ее как раз карта просит избегать. Но помните, что это ответственный. Трудно январь нам признавать ответственным, правда? Вообще-то это праздничный месяц, когда хочется только по гостям гулять и доедать бесконечные салаты и торты. Сейчас я отвлекусь. Далее второй месяц, февраль. Для вас старая карта. Рыцарь Пентакли. Ну, крупная денежная карта. Все практическое, все, что можно посчитать, потрогать, все, из чего можно построить дом или сшить новенькое пальто какое-то себе, это все приносит Рыцарь Пентакли. Рыцарь Пентакли – это активизация, это какие-то ваши денежные дела входят вот в активную фазу. То, что у вас до этого готовилось, например, готовилась сделка, там, купли-продажи. Квартиру вы покупаете, да? До этого были какие-то разные этапы, ни шатка, ни валка, искали, договаривались, брокеры и так далее. А вот здесь вот это в решающую какую-то фазу, в самую активную входит вот этот проект. Это вообще про заработки карта. А очень хорошие прибыли от бизнеса обещают. То же самое, да, этого, например, бизнес как-то свой подготавливали, закупали правильные товары, продукты, набирали правильный персонал. А здесь, в феврале, да, для вас все закрутилось, все стало воплощаться, и деньги уже сами потекли рекой. В самом простом понимании рыцарь Пентакли – это просто повышение зарплаты или выплата какой-то хорошей премии. То есть это денежная карта, ваш денежный оптимизм, какие-то надежды. Это, кстати, карта фигурная, обозначает она появление в вашей жизни полезного, практичного, серьезного и очень надежного человека. Это может быть коллега. Для кого-то, кстати, романтический партнер тоже знакомство, да, тоже речь идет о любви, о каких-то свиданиях, признаниях. Земной человек. Водолеем не подходят, да, земные люди. Ну ладно, иногда некоторые это чуть-чуть же подходят, да. Вот. Карта советует обратить внимание вот на такое лицо, на очень серьезного, часто богатого, нового, знакомого. А кто его знает, что у вас там дальше с ним получится? Может, он вас и на работу хорошую устроит, а может, и замуж возьмет, а может, и то, и другое. Не знаю. Третья карта. Март. Так, прямая тоже очень хорошо. О! Император карта, да. Вот опять вокруг какой-то мужской персоны. Мы с этого начали. Вот для женщин-водолеев, конечно, начало уже, январь, карта влюбленной, это такой звоночек сильный про личную жизнь. То есть это и знакомство, и продолжение отношений, и чья-то проявленная любовь к вам. Вот. И дальше все про это. Портрет один мужской увидели, другой мужской. Это может быть один и тот же человек, который просто, скажем, после февраля к марту большее значение, большую какую-то ценность для вас приобретает. Почему? Может, его в должности повысили, может, ему зарплату прибавили. Император вообще, вот он напоминает, действительно мужской портрет, напоминает о том, что рядом с вами в заданный период будет мужчина очень хороший, достойный по разным причинам. Самый достойный из всех, кого вам готова сейчас предложить судьба. То есть вот лучшего героя, наилучшего, кого вы заслуживаете или нет, вот это все император. То есть это мужская фигура. Иногда речь, конечно, не про романтику императора. Инвестор – это вообще вот некий покровитель, человек, явно имеющий власть, и явно там, где эта власть нужна, где она может вам помочь. Это портрет, например, такого всесильного начальника, который вот легко одним взмахом волшебной палочки назначает на новую должность, например, вас. Это может быть какой-то инвестор для бизнеса, это может быть и госслужащий, какой-то там крупный ревизор, инспектор, который тоже отменяет, например, постановление о каком-то взыскании в отношении вас. Что советует карта? Во-первых, это мужчин нужно заметить, и нужно, в общем-то, смело его властью, вот этими его ресурсами и близостью пользоваться. Карта часто советует искать покровительство именно у влиятельного лица. А еще вам император обещает карьеру, карьерный рост. То есть вы займете какой-то трон, новый трон, пересядете из одного кресла в другое, из одного трона в другой. То есть прирастает ваш авторитет тоже, как правило, посредством помощи какого-то лица, какого-то человека. Четвертая карта – это апрель. Апрель. Семерка жезлов. Пришло время проявить себя, пришло время побороться где-то за место под солнцем. Она вселяет уверенность и предлагает вам решаться на самые разные подвиги в профессии, в бизнесе, в творчестве, в любых делах. Может быть, и в любви тоже, кстати. Очень такая спорная карта для любви, но все равно же она выпадает, когда мы гадаем на любовь. Семерка жезлов – это какая-то конкуренция, какие-то споры. Это в целом какие-то враги. Какие-то враги вашей жизни будут воображаемые отчасти, отчасти не такие сильные, как вам покажется. Но вам все равно придется свои интересы защищать. Иногда это защита в буквальном смысле. Но, знаете, защищать кандидатскую диссертацию, защищать диплом, защищать просто какой-то свой проект на работе перед ответственной комиссией. Защищать, да, то есть вот эта карта очень хорошо описывает вот именно такое явление или такой процесс, когда в каком-то честном бою вы отстаиваете ценность своих идей, убеждений, знаний, вообще свою какую-то собственную. То есть карта, в общем-то, неплохая. Самое главное – прислушиваться к ее советам. А совет ее основной один – делайте все. Сейчас любые действия лучше, чем никаких. То есть нельзя сидеть сложа руки, нельзя бояться, испугаться и отказаться, например, не пойти на какое-то собеседование, потому что вы там не поверили в себя. Карта предлагает испытание на прочность, после которого вы себя еще больше полюбите и оцените. И вот интересно, что если речь идет о любви, а я к этому склоняюсь для вас, то семерка жезлов – это тоже спорт, тоже конкуренция. Это немножко карта про ревность или это скорее некое конкурентное испытание, знаете, такое, которое вам нужно проходить, чтобы удерживать или чтобы привлекать внимание любимого человека. То есть не сцены ревности эта карта описывает, для этого другие карты есть. Но это часто ваше старание казаться лучше или быть по-настоящему лучше, чтобы быть достойным там какого-то избранного человека. И, собственно, карта к этому призывает. Если вам покажется, что ваше личное счастье утекает сквозь пальцы у вас, и вот-вот любовная история закончится по разным причинам, обязательно попробуйте за нее побороться. Вы победите. А проиграете, если решите сдаться. Пятый месяц май. Что это за карта здесь? Рыцарь мечей. И, к сожалению, перевернутая. Ох, вот первая плохая карта появилась. Ну, она плохая, но она не будет плохой. Вернее, предсказание ее, да, не будет плохой, если вы вот его услышите и правильно оцените и поймете, если вы прислушаетесь, да. Рыцарь мечей – это конфликт. Прямая карта – нужный конфликт. Такой здоровый. Спор, в котором родится истинно перевернутая карта. Конфликт безобразный, лишний. Часто на ровном месте и конфликт. Ссора, из которой нет никакого экологичного, адекватного выхода. Вы знаете, да, что бывают ссоры, после которых, как после грозы, солнце светит, да, и становится ясно, понятно, тепло, люди все выяснили друг с другом и счастливы. Это вот так, да. Вот. А когда… А чаще ссоры ненужные. Все просто выходят оплеванные, никто никому ничего не доказал, и отношения только запутались и испортились еще сильнее. Вот вам в мае именно такую ссору карты обещают. Какой совет? Ну, не ввязываться, не ввязываться, не начинать. По крайней мере, сами не начинайте эту историю. Июнь, шестая карта. Четверка мечей. Время отдохнуть. Какой-то вынужденный отпуск. Отпуск за свой счет, по-моему, это так называется, в который вас отправляют начальство или компания. Это остановка. Буквально, это карта забор. Она говорит, что в заданное время, в заданный период у вас много не получится, потому что не будет на месте нужных людей. У вас не будет денег на что-то, например. На что-то не хватит времени, на что-то не хватит здоровья, потому что это еще и карта болезней. То есть это буквально какой-то вынужденный отдых, вынужденный отпуск. Карта советует не торопить события и ни к чему лишнему не стремиться, ничего лишнего в это время не затевать. Если уж вас усаживают ангелы-хранители пока на больничный, например, то лучше сидеть и подчиняться этой истории. Шестая карта, это июнь, получается. Седьмая карта, июль. Это семерка Пентакли. Семерка Пентакли. В целом неплохая карта. Сбор какого-то урожая она предполагает. Видите? Сбор какого-то урожая. Такая некрупная денежная карта. В общем-то очень практичная. Как правило, практичные хлопоты она обещает, связанные с домом. Какие-то мелкие необходимые покупки. Много такой вот беготни. И самое главное чувство досады и неудовлетворенности. Вам предстоит много в июле сделать и, в общем, многое получить. И от работы, от профессии, от семьи, наверное, от себя. Но впереди открывается вот это какое-то непаханное поле. По этой карте чем больше мы делаем, тем больше мы ждем от себя. И тем больше оказывается впереди не сделанным. Вот поэтому она не считается хорошей. Понимаете, да? Пример. Какие-то успехи в работе. У вас вы, например, благополучно завершаете трудный проект, какое-то трудное дело. Но не успели вы собрать лавры и получить все премии, как наваливаются на вас еще такие же похожие, еще 10 таких же дел. И вы понимаете, что вы сделали много, но совсем-совсем не все. И вам есть к чему стремиться. Тоже характерная карта для учащихся, для тех, кто учится. Она тоже вот описывает этот момент, когда чем больше вы узнаете, например, чем больше вы осваиваете профессиональных навыков, чем глубже вы погружаетесь в профессию, ну, кто учился, тот знает, да? Тем больше вы прозреваете и понимаете свое невежество. Понимаете, как мало вы еще умеете, как мало вы знаете, и что впереди там просто такие пласты и такие глубины. Вот. Вот такая карта. Она про успехи и в то же время про досаду. Она про какое-то удовлетворяющее, настоящее, и про будущее, которое грозит усилиями, каким-то трудом. То есть она вызывает к будущему труду, к будущим вложениям, может быть. И она денежных историй также касается. То есть очень может быть июль плодотворный, успешный по деньгам, но вот сколько не приходит денег у вас, все они благополучные, быстро тратятся. И вы понимаете, что на самом деле вам нужно в разы больше, чтобы быть счастливыми. Август. Следующая, восьмая карта. Август. Это король Пентакли. Да, король Пентакли. Крупная денежная карта. У вас много денежных карт. Видите, по сути, год наполненный именно деньгами, денежными проектами, какими-то сделками, приходом денежных сумм. И вот король Пентакли приносит новую финансовую уверенность для вас в жизнь. Именно так. Новая финансовая денежная уверенность. Вот представьте. То есть, я думаю, это часто просто нахождение работы с постоянным окладом, с постоянной большой зарплатой. И можно... Вот вас приняли, вы подписали приказы, вы подписали трудовой договор, да, и все. Вы сели и расслабились, и понимаете, что теперь на долгое время, аж до самой пенсии, вам будут платить гарантированно вот эти вот какие-то хорошие деньги. Вот вибрации, что ли, карты, они какие-то такие. То есть, это приход денежных средств, это, конечно, какие-то выгодные сделки, это появление выгодных знакомств. Вот. И все это с каким-то очень-очень таким уверенным настроением. Король Пентакли – это еще, естественно, фигурная карта и обещает появление надежного человека, надежного, полезного для ваших денег. Хороший денежный партнер, просто денежный человек, который может вам на бизнес денег дать. Это карта мужа в колоде. То есть, получается, что ваш сентябрь как-то крутится вокруг персоны вашего мужа, вокруг его потребностей, интересов. Это может быть ваш новый муж, который у вас как раз в этом году на подходе и случится. Это может быть и новое знакомство с мужчиной, который, ну вот, подходит на роль мужа, который годится в мужье. Понятно, что не все же мужчины, которых вы встречаете, на жизнь, на пути, годятся в мужья. Да? Один занят, например, чужой принц. Другой неженат, но уже влюблен. Третий, например, по возрасту не подходит. Четвертый зарабатывает мало. И вот остановите меня, я вот этот список могу до бесконечности продолжать. А здесь появляется король Пентакли где-то рядом с вами. То есть, это такая осязаемая фигура мужчины, который либо муж уже сложившийся ваш, либо тот, за кого вам захочется замуж. Или тот, кто вас туда позовет. С мужской поддержкой, с материальной какой-то поддержкой этот месяц будет. Хорошая, безусловно. Далее, октябрь. Так, в октябре. В октябре мы видим для вас карта грустных прощений. Кстати, в этой сессии гаданий, вот именно в этой сессии гаданий на этот год, она, по-моему, выпала первый раз. Вообще никому не доставалось. Вот, восьмерка кубков. Это необходимость откуда-то уйти с чем-то или с кем-то распрощаться. Карта октября у вас, дорогие водолеи. Ну, хотим мы того или нет. В моменте эмоционально карта очень тяжелая. Особенно я вижу, как она работает. Вот в личных, персональных гаданиях она действительно приносит ситуации, когда, ну, приходится что-то очень ценное вот от сердца отрывать, прощаться. Уходить с работы, уходить из отношений, уходить из дома, переезжать, например, менять квартиру любимую, которой вы привыкли, потому что, видишь ли, собственник решил ее продать. Вот, уход. Вот, посмотрите, такая классическая, понятная картиночка на карте. Наш герой спиной, мы его видим, он уходит, плечики опущены. Вот так голова на грудь у него свешена. То есть, явно не в хорошем настроении этот человек уходит. Но главное, главное, что он не вернулся, чтобы он не вернулся. Видите, перевернутая карта какая? Это веселая, видите, карта? Он грустно ему, но он идет куда-то, где хорошо, тепло, светло. А вот, если он вернется, смотрите, он найдет тоску и серость. Понимаете? Смекаете? Смекаете? Почему это я говорю, да? Сентябрь, получается, сентябрь — это уход. Вот он откуда-то, вот такой вот уход откуда-то. Да. И для чего карта появляется здесь? Для того, чтобы вы вот как раз не вернулись куда-то. Да, карта предупреждает. Очень выразительная картиночка. Только не вернитесь. Вот. И не останьтесь, самое главное. Не останьтесь. Вот откуда вас в это время судьба будет выталкивать, вы оттуда уж обязательно, уж, пожалуйста, уходите. Не стойте вот так вот под проливным дождем и не просите вас свернуть, сохранить, отменить там приказ об увольнении, что-то еще такое. не надо. И не пытайтесь вернуться. Я не знаю, как с водолеями этой истории, но вот с кем-то из ваших соседей по зодиаку это часто бывает. Вот любят люди возвращаться. Прям, знаете, грезят о том, чтобы вернуться на прошлую работу или в какую-нибудь, в какую-нибудь прошлую квартиру, в какой-то город, где они прежде жили. Да, в отношении это уже вообще классика жанра. И вот это серьезное очень предупреждение. Я так выяснила, что это, получается, девятая карта на сентябрь. Очень серьезная. Вам надо будет набраться, собраться с силами и уйти оттуда, откуда вам пора уйти. Далее октябрь. Если у вас немножко больше карт и немножко больше месяцев получится в году, то я думаю, это не страшно же, да, правда, в конце концов. Больше же лучше, чем меньше. Октябрь. Семерка кубков. Семерка кубков. Карта заблуждения, иллюзии. Такой иллюзорный месяц. В основном это бывает иллюзорный выбор, когда вы выбираете или вам кажется, что вы выбираете из множества разных вариантов каких-то. То есть из много предложений о работе, например, ни одной из которых нельзя взять. То есть что такое спящий человек или бредящий человек, грязящий, чем-то неизвестным, непонятным, изображен на карте. Несколько кубков, несколько предложений. Пусть будет это предложение о работе. много. И вы много энергии тратите на то, чтобы выбрать туда мне пойти или сюда, здесь лучше или там. А на самом деле, как только вы ручку протянете к одному из этих кубков, он тут же исчезнет. Как только вы согласитесь на эту работу, как выбрали, на одну согласились, а там раз вакансия закрылась, на другую согласились, а там уже другого взяли и так далее. Понимаете, вот эта карта на самом деле, хоть и не крупная, но очень-очень противная. Она как раз предупреждает об отсутствии выбора тогда, когда есть иллюзия. Это выбор и в отношениях. Вот отсутствие, это время, когда вы не выбираете судьбу, например, вашей любовной истории. что будет дальше между вами в отношениях, продолжается эта история или нет. А кажется, что выбираете и вы спрашиваете маму, подруг, карты, гадалку, спрашиваете, а что мне делать, как мне себя вести, что мне выбрать, мне все-таки продолжать, например, отношения с этим человеком или нет, или прекратить. Вот как раз семерка кубков, да, если вы уже спрашиваете продолжать или прекратить, скорее всего, выбирать вам как раз-таки нечего, потому что все уже произошло и произошло так, как вы не хотели. Вот. Эта карта октября у вас получается, что она просит у вас и что она советует? Не тратить жизненную энергию на какой-то напрасный выбор. Просто живите, занимайтесь повседневными, рутинными делами. Сейчас вы ничего в жизни поменять крупного не можете. Хотя будет так казаться. Кажется, что руку протяни и прямо звезду с ней подостанешь. Ну, нет, это будет иллюзия и какой-то большой самообман для вас. Далее ноябрь, кажется. Ноябрь. Это девятка кубков. Хорошая счастливая карта обещает она какое-то определенное изобилие. Праздник, любовь, доброе окружение. Это время, когда можно выпускать наружу свои самые спрятанные какие-то эмоции, например, когда можно всех любить, всем признаваться в чувствах. Это время, когда вас никто не обманывает, никто не пытается навредить. Вы сами абсолютно лишены воинственного настроения или каких-то таких сорных настроений. То есть это карта, вообще ее называют картой застолья. Мы видим здесь на картиночке изображена дородная и очень счастливая женщина. кругла, красна лицом она, женщина, у которой все хорошо. И часто действительно вот это время, период, который описывает девятка кубков, проходит как один сплошной праздник, потому что вы ходите в гости, вы с кем-то знакомитесь, появляются новые друзья, собираете подарки, кому-то дарите подарки. То есть это время абсолютно без подвигов и без каких-то поисков себя без какой-то особой реализации просто праздничный месяц. Для вас это ноябрь. Карта досталась вам, к сожалению, перевернутой. И это предупреждение о том, что вот в этой сытой праздности, вот в этих праздниках, в этих напрасных тратах, например, или в ненужном романе, вы потеряете время и упустите главное. То есть может быть как раз стоило бы заняться чем-то менее приятным, более ценным, но месяц все равно вот какой-то такой. она все-таки карта перевернута, девятка кубков, просит всегда даже в самое изобильное и безмятежное время помнить про труды праведные, помнить о хлебе насущном, о людях, которые нуждаются в вашем внимании и так далее. И 12-й месяц, это декабрь получается, конец года для водолея. Восьмерка Жезлов приходит, время подвигов для вас. Восьмерка Жезлов карта вообще-то везучая, она обозначает много-много случайного везения. Либо один какой-то эпизод, когда вам везет как никому, когда оказаться в нужное время, в нужном месте. Это Восьмерка Жезлов как раз, по ней все сходится. Это какая-то победа, выигранный конкурс, это случайные деньги, бывают. Это кстати часто Восьмерка Жезлов это любовное знакомство, приход новой любви, тоже знаете, чудесное знакомство. Вот как в фильмах показывают, как в книжках классических каких-то описывают. То есть набор мельчайших случайных обстоятельств приводит вас в объятие максимально подходящего для вас нового какого-то человека. То есть декабрь будет для водолея временем везения. Но почему я заговорила о подвигах? Дело в том, что многие карты в колоде Таро раздают подарки и говорят, что вам повезет, много раз повезет. но добрые ангелы на восьмерке жезлов стреляют или раздают везение стреляют только в движущуюся мишень. Они раздают везение только людям, которые везут. Понимаете? И нужно очень много двигаться, чтобы вот эти плоды, вот это везение, вот это счастье собирать. То есть, грубо говоря, у Ивана Дурака не было бы жены прекрасной царевны, если бы он не затратил усилия и из лука бы не стрелял в лягушку. То есть, тут вы что-то должны делать, чтобы пользоваться этим везением. Опять же, пример с работы. Вам может очень, просто невероятно повезти с работы. Какую-то завидную должность можете отхватить с хорошей зарплатой, но только если вы именно расстараетесь, побольше побегаете по собеседованию, более активно себя будете вести, ну, то есть, показывать себя. Тут это везение как идет только лишь навстречу вашим усилиям, понимаете, да, поэтому карта и приглашает активно действовать, и при этом в конце концов можно же активно покупать лотерейные билеты, чтобы в конце концов много выиграть. Ну, что ж, друзья, я еще раз скажу, что страшно рада вас видеть вот именно в это волшебное время. Помните, что в данном отрезке года между двумя Рождествами под новогодней елкой карты особенно откровенны. Спасибо и увидимся.